Тульский арсенал Тульский арсенал Тимохин замкнул подачу Игнатьева с углового и счет стал 1-2. Несмотря на упущенные очки, арсенал по-прежнему держится на третьей строчке. Енисей также не изменил своего турнирного положения. С 20 очками команда находится на восьмом месте. Определить победителя не смогли Ротор и Газовик. Встреча этих команд завершилась со счетом 1-1. Оба мяча были забиты во втором тайме. Счет открыли гости. На 77-й минуте Николай Иваников разыграл штрафной. И мяч после его удара рикошетом от перекладины отправился в ворота. А на 90-й минуте полузащитник волгоградской команды Войдель спас команду от поражения. Он в одно касание пробил мимо голкипера соперника. Миром разошлись и Балтика с Уфой. Их поединок также закончился со счетом 1-1. Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте, когда Дмитрий Голубев отправил мяч в левый нижний угол ворот хозяев. Отыграться у калининградской команды получилось только во втором тайме. На 67-й минуте мяч лег прямо под удар Максиму Скавышу, который не упустил возможности сравнять счет. Лидер чемпионата Мордовия в рамках 21-го тура принимала на своем поле Новосибирскую Сибирь. Первый же опасный момент в матче завершился голом хозяев. На 6-й минуте Рустем Мухаммедшин отправил мяч в сетку после передачи Михаила Маркина. Оставшись в большинстве, футболисты из Саранского увеличили натиск. И на 60-й минуте Антон Бобер своим ударом установил итоговый счет 2-0. Таким образом, Мордовия не просто взяла реванш за поражение в первом круге, но еще и упрощила свои позиции. В активе команды 43 очка. Еще один фаворит текущего первенства – Ладикавкадская Алания. В 21-м туре встречалась с Нижнекамским нефтехимиком. Первыми ворота распечатали хозяева. На 17-й минуте Пришкин с третьей попытки расстрелял ворота Лосева. Следующий гол Алании отмечали уже после перерыва. На 54-й минуте Пришкин оформил дубль. Его удар в дальний нижний угол не оставил шансов голкиперу нефтехимика. Сократить отставание удалось вышедшему на замену в начале второго тайма Джалилову. Его удар с близкого расстояния размочил счет. Но надежды нижнекамцев сравнять счет рухнули на 88-й минуте, когда Георгий Нуров получил красную карточку за подкаты в ноги Шембересу. Итог матча 2-1. Самый крупный счет Тура 4-0. Зафиксирован в Белгороде, где местный салют принимал ярославский шинник. Хозяева сделали счет разгромным еще до перерыва. Давление белгородцев принесло плоды на 30-й минуте, когда Бутырин низом пробил в нижний угол ворот Яшина. Следующий гол футболиста салюта забили уже через 3 минуты. После навеса с углового Андреев отправил мяч точно в цель. Под занавес тайма хозяева отметились еще одним голом, автором которого стал Максим Андреев. Это, кстати, был не последний гол белгородского нападающего в этом матче. Уже во втором тайме Андреев оформил хет-трик. На 57-й минуте футболист реализовал выход 1 на 1. Чуть менее крупной победы 3-0 добился Спартак из Нальчика, одолевший на своем поле питерское Динамо. На 17-й минуте после быстрого розыгрыша мяча Кронов оказался на ударной позиции, чем он и воспользовался, забив первый гол. За пару минут до окончания первого тайма ворота Динамо вновь пострадали. На этот раз голым отметился Шаваев. Итоговый счет хозяева установили на 55-й минуте. Руа не оставил шансов Самохвалову. Победу с минимальным перевесом в матче с хабаровским клубом Sky Energy одержала московская торпеда. На 41-й минуте Олег Власов точным ударом отправил мяч в девятку в ворот соперника. Москвичи поднялись на одну строчку в турнирной таблице, обосновавшись на 9-м месте. Самый ранний матч тура «Встреча луча энергии и химика» закончились победой хозяев 2-0. Точный навес Дениса Клопкова и на пятой минуте Анатолий Романович колачивает первый мяч в ворота соперника. Спустя 20 минут активного прессинга Руслан Кориан метров с 35-ти парашютом отправляет мяч в сетку ворот гостей. По итогам тура перемены произошли только в средней части таблицы. Неизменными остались первые 6 и последние 5 позиций. Вы посмотрели обзор 21-го тура в Футбольной национальной лиге. Увидимся через неделю! Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних событий тульского арсенала.